1 марта Игорь Афанасьев ушел из жизни. Это утрата не только для нашего театра, это утрата для всего театрального нашего мира. Печальная речь Гоголя, появившегося на сцене Амурского театра драмы, обычно не является частью спектакля. В этот раз экспромт по трагическому поводу. Уходу из жизни знаменитого не только в Преамуре и во всем мире режиссера, актера, драматурга, писателя и сценариста Игоря Афанасьева. Память Амурчанина посвятили одной из самых зрелищных его постановок на родной земле – Ночь перед Рождеством. Несмотря на то, что Нетленко игралась на подмостках Благовещенского храма Мельпомены больше сотни раз, каждый собирает полные залы. И дело не только в самом рождественском поводе. Режиссеру удалось во всех красках показать украинскую ночь и сохранить чудный язык великого мистификатора, отчего зрители на два часа полностью погружаются в волшебную атмосферу доброй и умной сказки. Государь-император, господин Петр Великий, спасите мою жизнь, братьте детей! Я своей жизни не жалею для России, а твоей жизни Россия и не заметит! Властный, порывистый и преданный стране Петр I благодаря Афанасьеву в 2022 году предстал перед Благовещенцами влюбленным мужчиной. Форма подачи спектакля была также необычной. Он рождался на глазах зрителей. Актеры были одеты в неполные костюмы, играли с текстами в руках. Особый подход прослеживался во всех работах маэстро. Например, одна из его постановок «Запретный плод» всколыхнула не только театральный мир, общественность. Проект поддержал грантом не только президентский фонд «Инициатив», но и православная церковь в лице личного благословения Патриарха Кирилла. Драматическая фантазия раскрывалась от лица брата и сестры, которые, находясь в утробе, переживали все стрессы и радости родителей. Близнецы слышали окружающий мир, фантазировали, кем станут, когда родятся и вырастут. Но потом услышали от мамы приговор – аборт. Мы считаем, что в этом выборе, если мы сделаем это хорошо, интересно, если это их увлечет и привлечет внимание хотя бы на нашем спектакле, это тема. Мы уже чего-то добились. Всего же из-под руки Игоря Афанасьева вышли 40 пьес, поставленные в театрах России, Украины, Белоруссии, Польши, Словакии, Израиле, США. Четыре изданных романа и киноповести – семь фильмов. В роли режиссера он поставил больше 80 спектаклей в восьми странах мира, 11 из них на сцене Амурского театродрамы. Поэтому труппа устроила в своих стенах прощание с великим мастером, где благовещенские артисты пели его любимые песни, играли отрывки из спектаклей и, конечно, вспоминали совместные работы с Афанасьевым. Я думаю, что нет такого человека, актера или актрисы, кому не было бы приятно работать с ним. Работать было очень легко и просто. Я думаю, что вся команда, которая всегда работала с ним, я думаю, что получали большое удовольствие и получали карьер, я бы сказал. Ну, благодаря ему я был и ярым, так сказать, фашистом, арийцем с голубой кровью, потом я был, так сказать, евреем, кто еще? Латиноамериканец, то есть русскими я не был, я всегда был каким-то иностранцем, за что ему говорится огромное спасибо. Я думаю, это о многом говорит и очень здорово, что действительно этот дом принимает сегодня вечер памяти и прощания с родиной Игоря Яковлевича. Игорь Яковлевич – человек мира, не только Благовещенска, Москвы, Нью-Йорка, Киева и так далее, он человек мира. И то наследие, которое он оставил, оно, конечно, удивительное, неописуемое. Как оказалось, помимо творческого наследия, Игорь Афанасьев оставил и трепетное пророческое стихотворение, написанное еще в июне 2023 года, в котором будто заранее простился со знакомыми и близкими. Строки супруга Яна Стародупа Афанасьева нашла за несколько дней до его кончины. Прощайте, господа, прощайте, и вспоминать не обещайте. У всех так много дел своих, а на заброшенных могилах растет буяв на прахе милых, когда-то даже дорогих. Мир изменился, скорость света не оставляет шанс поэту успеть любиться и любить. Вся жизнь всего одно мгновение, и главное стихотворение не дописал и не допел. Прощайте, господа, прощайте.